Привет! Мы с вами находимся рядом с центром города и проспектом Мира. И находимся в Мещанском районе. Здесь между Малой и Сухаревской площадью, которая находится на Садовом кольце, и до Трифоновской улицы проходит улица Щепкина. До 1662 года она называлась третьей Мещанской улицей. Как и другие остальные Мещанской улицы, потому что здесь жили мещане. Такое было сословие от Берлифсона России. Простоящие горожане, которые были такие мелкие служащие. Ну, а в 1662 году улицу Третьей Мещанской переименовали. И назвали улица Щепкина в честь актера и основоположника реализма в театре отечественном Михаила Щепкина. Жил в 1788-1863 годах. То есть, по преимуществу, в 15-м деке. Родил в семье крепостного, но потом получил вольную. И уже пошел по театральной стезе. Выступал на сцене Московского малого театра. Дружил с Пушкиным, Велинским, Герсовым, Некрасовым и другими знаменитыми деятелями культуры. Играл в московских постановках сатирических произведений. Грибоедово, Гоголь, Другенево, Сухово, Кобылино. Традиции Щепкина имели большое значение для развития малого театра. Особенно за которым закрепилось даже неофициальное название. Дом Щепкина. Ну и на этой улице Аркист жил в доме номер 47. В 1859-1863 годах. Ну почти до смерти. Почти. Вот он потом там уехал лечиться. Уже в самом конце. И там умер. Ну в общем, в принципе, практически на юг он уехал, там умер. Ну и практически есть он до смерти тоже. Почти. Ну а улица, она такая в основном шрищно-офисная. В основном здесь находятся жилые дома и разные офисные организации. Ну и некоторые другие объекты тоже. Жилых домов здесь около 15 разных годов постройки. Но они в основном либо дореволюционные, либо советские. Это 16-этажный дом под домом 5. В 1774 году постройки. 14-этажные дома под номерами 10 и 12. В 1770 годах постройки. 4-этажные дома под номерами 18 корпуса 2 и 25. Это дома начала 20 века. Также 5-этажный дом под номером 27 в конце 19 века. 7-этажный дом под номером 60 строений 1 в 322 году постройки. 4-этажный дом под номером 62 в начало 20 века. И 2 12-этажных дома под номером 64 корпуса 1 и 64 корпуса 2 в 3169 года постройки. Блочные дома. Типовый. Так что, как мы видим здесь, такие низенькие дома, все-надореволюционные. Ну а повыше уже такие типовые дома, они уже больше советских разных годов. Ну и также здесь находятся очень много офисных зданий, преобладают здесь. Вот их, наверное, в сумме более 30 на улице находятся, если не больше. Вот они разные, в том числе и есть дома старые. Ну, в частности, вот под номерами 6, 8, 9, это все бывшие жилые дома конца 19, начала 20 века. Это под номером 11, бывший жилой дом, первая половина 19 века. Также на улице находится медцентр, здание под номером 13, пятиэтажное, 1998 года постройки. В рядом одно из управлений МВД Москвы, здание под номером 20. Также офисное здание под номером 22, это бывший доходный дом Шевлягиной, построенный в начале 20 века. В 2020 году жилые помещения зданий были приспособлены под коммунальные квартиры, ну, то есть уплотнили. Вот, и позже здесь жители отселили и разместили разные государственные учреждения, сейчас находятся всякие офисы. Затем, за ним находится посольство Шри-Ланки, здание под номером 24, а затем бизнес-центр Щепкино 28. Также затем находится офисное здание под номером 36, 6-этажное, бизнес-центр Этиа, Этмиа 2, под номером 31, 33. Отель-галерея Авеню под номером 32, гостиница под номером 34, европейский медицинский центр, довольно примечательный объект под номером 35, как раз находится непоналеку от станции метро Проспект Мира. Московский дом художественного творчества, обучающихся студентов профессионального образования, здание под номером 38, это бывшая школа имени Комарова, ну, потом было ПТУ, где обучали на поваров и кондитеров. Российское энергетическое агентство, здание под номером 40, а также здание Федеральное космическое агентство Роскосмос, здание под номером 42, а также здесь находится много офисов. А вообще хотели здесь построить гостиницу к Олимпиаде 80. Следующее здание бизнес-центр Чайка Плаза 4, под номером 42, строение 2А, построен в 1999 году, 8-этажное здание. Еще есть также много функциональных центров, под номером 47, бывший доходный дом, начало 20 века, где родился космонавт Комаров, а учился он в соседней школе. Ну и дальше вот идет, наверное, такой тоже очень примечательный объект, едва ли не сам примечательный объект на этой улице, но, по крайней мере, один из самых важных, это как раз дом Музей Михаила Щепкина, здание под номером 47, строение 2А, бывшая усадьба, конца 18-18, начало 19 веков. В этом доме как раз жил артист Михаила Щепкина в 1859-1863 годах. Сейчас музей является филиалом театрального музея Мипахрушина. Надо сказать, что вообще в Москве Михаил Щепкин сменил несколько адресов, прежде всего с 1830 до 1847 года он жил в доме на Большом Спасском переулке, на Небольшом Каретном, но этот самняк был снесен в 1980 году. Также не сохранился дом, в котором Щепкин снимал в 1850-е годы квартиру в Ротниковском переулке. Также дом на улице Щепкина, вот этот нынешний, да, это единство сохранившихся обитающих актеров, где прошли его последние 4 года. В основе дома находится бревенчатый струб, сложенный без единого гвоздя, деревянный особняк, который пережил пожар в 1812 году. При доме был раньше тенистый сад, сейчас он уже вырублен довольно давно. Ну, через 2 года после смерти Щепкин, особняк был перестроен новыми владельцами помолвами. В свое время дом был коммунальной площадью, его занимали обычные семьи из обычных людей. Ну, с 1895 года по 1939 год находился на реставрации, после чего здесь был открыт обновленный дом музея Щепкина, включенный, соответственно, в объединение театральных музеев имени Бахрушина. Ну, здесь проводятся разные творческие, музыкальные вечера, встречи с актерами, также действует театральная труппа. А следующее здание это офисное, пятиэтажное, здание начала 20 века, подром 49, возможно, было раньше не пятиэтажное, а остальные этажи надстроили. Затем рядом находится инженерный корпус в московском метро, здание подром 49А, потом идет АТС, здание подром 51, и офисное здание подром 51, строение 1. Ну, а уже ближе к концу улицы находится офисное здание подром 58, строение 3, здание 1334 года постройки, и принадлежало хлебозаводу Москлепа, раньше было управление хлебопекарной промышленности. Ну, и затем большую территорию занимает московский областной научно-институтский клинический институт Моники, Моники имени Владимирского, подром 61, с многочисленными строениями. Вообще, больница здесь была учреждена еще в 1775 году, указанном императрисе Екатеринин II, и открыта была в 1776 году в здании бывшего карантинного двора. С 1840 года называлась Старая Екатерининская больница, в отличие от Нового Екатерининской больницы, куда в 1833 году были переданы больные за ветхи здания. Но она находилась, соответственно, на Страстном бульваре, я помню. С 1844 года стала первой в Москве больница для чернорабочих, простых рабочих, скажем так, работяг. В 1861 году было создано Мясницкое отделение для больных сифилисом, а в 1866 году Ялвское, в 1876 году также Басманы, ставшие затем самосоветными больницами эти отделения. Ну, Ялвское больница, Басманные больницы, они часто до сих пор работают, эти больницы. Просто по-другому называется, но работают. В 1871 году здесь было открыто Фельдшерское-Акушевское училище, в 1909 году построил роддом, а также первое в Москве туберкулевое отделение. В 1908-1912 годах открылись терапевтическое, неврологическое, гинекологическое отделение, а также амбулатория, ну, фактически поликлиника. Больница была клинической базой медицинского факультета Московского университета, где располагались клиники Кожевникова, Герсона, Гетье, Каппер-филологической анатомии и другие отделения. Больница в 1926-1939 годах носила имя Бабухина, а один из ее корпусов в 1933-1937 годах имя Плетнева, членов врачей, которые здесь работали. В 1927 году на базе этой больницы, бывшей, Старой Кенинской, был создан Московский областной научно-исследовательский клинический институт Моники, который, соответственно, до сих пор здесь и находится. Ну, и сюда у многих больных присылают, в том числе из Московской области, да, лечиться. Ну, и еще на территории института также находится церковь Трифона на Прудном, ну, хотя она как прилегает, она как бы сама по себе, конечно, она не считается такой, именно вот, прям, непосредственно больничной церкви, но, в принципе, рядом находится. Ну, а непосредственно при больнице есть православный храм иконы Божьей Матери Всех Старбящих Радость, который был построен еще в конце 19-го века. То есть, время, конечно, было закрыто, пятиклавий, шатер, колокольни были снесены, и здание используется как служебное впечатление больницы, вот, института. Ну, а в 1997 году, по сожалению, возглавились, и при храме действует сестричество Святого Луки, воина Есенецкого. Ну, и еще также за больницей находится школа на этой улице, здание Патрон 68, новое здание, четырехэтажное, построенное в 2003 году. Вот такая улица, здесь стоит побывать, довольно много интересных зданий, старых зданий, как жилых, так и нежилых, вот, единственное, улица довольно узкая, конечно, вот, нет здесь каких-то зон отдыха, но, в целом, много всего интересного, так что я рекомендую здесь побывать. Вот, ну, а добраться, лучше, отберу проспект Мира, и дальше, прям, буквально, в пешей доступности перейти через там проспект Мира, и дальше уже до этой улицы легко дойти. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok